здарова ребята это шамшурин и здесь очень многие кто смотрит меня достаточно давно они уже успели пожениться кто-то даже вышел на пенсию и эти люди знают мою историю но также среди вас есть немало людей которые спрашивают кто я такой откуда я вылез вообще которые не знают мою историю телепортации из простого провинциального птушников мужские тренеры которому в свое время приезжали клиенты такого уровня как топ-менеджеры крупных российских и снгшных госкорпораций а также определенное количество даже депутатов из небольших провинциальных городов хотя люди разные были были простые сварщики и детские врачи кто угодно так вот и соответственно если тебе тебе именно тебе интересно каким образом вообще такое могло получиться да то есть кто я такой с чем меня едят как я стал человеком который с этой стороны экрана рассказывает тебе о том как ему общаться с женщинами как недавно один чувак написал интересный вопрос такой он говорит я не верю что у тебя там было много женщин учета это сейчас не суть я могу сказать что большое количество женщины и даже хороших и красивых и симпатичных она не делала и не сделала счастливым еще ни одного человека это все заблуждение она просто дал какой-то определенный опыт и этот парень пишет вот у тебя в подписчиках в известной социальной сети нету красивых женщин там очень мало их то есть я ему очень просто ответил что если бы они знали кто я такой то наверное наше дальнейшее общение с ними бы заканчивалось потому что эти женщины у меня очень много было обломов именно из-за того что я знакомился все круто потом девушка меня где-то пробивала в интернете и просто не приходила на первое свидание потому что ее голова была полна стереотипов она считала что то чем я занимаюсь она как-то негативно отразится на на нашем с ней общение и в общем вообще не прекращалось поэтому много моментов каких-то есть о которых вы не знаете сейчас я расскажу несколько коротких фактов которые возможно вас заинтересует потому что здесь по ссылке под этим видео вы найдете ссылку на мой новый канал там есть большое полное видео которое я решил снять еще раз где я рассказываю свою историю и сейчас чтобы вас заинтересовало это большое полное видео вы захотели посмотреть несколько фактов обо мне когда-то давно я ездил на стройку на велосипеде с лопатой привязаны к нему на проволоку и работал от подсобного рабочего до там самостоятельного рабочего и потом даже мы нанимали каких-то ребят из средней азии соответственно сами искали объекты то есть я работал на стройке от нуля и до скажем так самостоятельной бригады следующий факт значит кроме этого я работал в огромном количестве мест это были просто я был грузчиком я был я работал на макаронной фабрике я работал на жигулевском пивзаводе я работал менеджерами всякими там дивизиональными региональными там по продаже металлопроката по продаже строительных материалов я работал продавал пластиковые окна на себя я торговал арбузами на трассе я работал дед морозом три года подряд я сейчас даже не вспомню то есть короче было огромное количество мест где только я не работал все это объединяло то что я понимал что здесь мини место мне это не нравится это не приносит мне денег я не чувствую независимости потому что я работаю на кого-то и сейчас все изменилось следующий факт у меня были панические атаки и социофобия как я тогда и называл потому что врачи из психиатрических клиник они обожают ставить диагнозы и пичкать людей таблетками я обошел огромное количество психологов психотерапевтов я пил антидепрессанты то есть какие-то там еще таблетки серьезные сейчас слава богу все это в прошлом и у меня были прям жесткие панические атаки которые в пик свой выглядели так что если мне надо было пройти по улице а там были люди я обходил эту улицу стороной или я выходил когда было темно или его одевал шапку или кепку многие не верят в это они считают что как это возможно ну как бы людям вообще свойственно не верить в чей-то успех или в чью-то удачу или в чье-то упорство только потому что если они в это поверят они будут вынуждены сказать что себе что я дал в который ничего не делает и лентяй а этого не очень хочется говорить людям самим себе поэтому я даже больше скажу что я еще ходил на кастинге comedy club самара стайл с этим всем своим багажом панических атак у меня всегда получалось но допустим вот этот вот степан на там самый главный парень говорил его надо по раскование потому что со стороны это возможно даже было не видно также я как-то на свадьбе должен был сказать речь поздравить своих родственников и когда я ждал своей очереди что надо будет встать я просто думал все еще сквозь землю провалюсь у меня было красное лицо я вот так вот потел с меня у меня пересыхало во рту мне колотилось сердцем было жутко страшно сейчас все внимание будет на меня но прикол в том что когда ты смотришь со стороны вот это видео ну как бы это выглядит так что как будто бы ну ничего такого но парень румяные там раза во щеке то есть но выпил слегка то есть со стороны это было не видно и то же самое что касалось этих кастингов то есть что мне стоило туда выходить это отдельная история один раз я даже не смог зайти то есть это был торговый центр park house самаре то есть там на втором этаже был вот этот вот мероприятие я готовился у меня там тексты были я учил и я не смог не просто выйти на сцену не смог подняться на вот эту вот второй этаж потому что там было много людей там все хлопали что-то вести или там я ходил несколько вот так вот там наверное где-то минут сорок и не мог собраться не мог себя заставить и конечно же с очень сильным большим разочарованием я потом уехал домой то есть но было и такое следующий факт обо мне первый раз я увидел море когда мне было 26 лет и через месяц уже исполнилось 27 это я победил в конкурсе который устраивал тогда контора котором называлась пикап ру и соответственно меня отправили туда еще дали 1000 долларов на карман после этого я побывал в 16 странах мира в некоторых из них по многу раз и уже там огромное количество раз возил туда своих близких своих родителей свою семью и это для меня наверное самая большая радость и последний факт для этого видео во многом моя жизнь она изменилась в лучшую сторону в том числе и финансово в том числе и как-то личностно исключительно благодаря тому что когда-то я научился эффективно общаться с женщинами то есть я прошел этот путь на который меня вывело общение с женщинами то есть вот как то так фактически косвенно каждая женщина с которой когда-то у меня было что-то она повлияла на мой успех и вообще на мой жизненный путь если тебе интересно послушать полную историю целиком да то есть как вообще к этому всему пробирался она чуть подольше обязательно переходи по ссылке под этим видео и я поделюсь с тобой своей историей возможно что она тебя каким-то образом вдохновит ссылка то